Загадки эволюции. Симбиоз с джунглями и обезьяна под грибами. Эволюция – это очень медленный процесс. Должны были сойтись много различных условий и возможностей, которые в конечном итоге и привели к тому, как мы выглядим и что мы делаем сегодня. В теории эволюции до сих пор много неразрешенных загадок. Почему, например, мозг первых гоминидов так увеличился в размере за последние 2 миллиона лет? И вот примерно 200 тысяч лет назад такое увеличение мозга прекратилось, и с тех пор, согласно ученым, наш мозг уменьшается. По мнению британского ученого и исследователя сознания Тони Райта, во многих древних духовных, шаманских, религиозных традициях прослеживается такая тема – деградация, потеря того, что у нас было, потеря рая, наших возможностей, впадение в иллюзии. В языческом фольклоре мы вспоминаем о нашей былой связи с лесом, тут присутствуют духи леса и боги природы. Откуда все это? Возможно, мы действительно потеряли что-то важное. Тони Райт выдвинул теорию человеческой неврологической дегенерации. Он пишет, что наши предки на протяжении миллионов лет эволюционировали в сердце африканских джунглей, вдали от больших пространств и опасностей. Они жили высоко на деревьях и пребывали в биохимическом симбиозе с окружающей нас природой, поедая фрукты, органы размножения растений. И тем самым, через биохимию плода и свою нейронную систему, наши предки были включены в репродуктивный цикл растений. Таким образом, они зависели от тропического леса и были его неотъемлемой частью. Фрукты обладают очень уникальной высококомплексной и гормонально-активной химией, многие молекулы которых способны увеличивать активность мозга, модулировать эндокринную систему, включая шишковидную железу, подавлять ингибиторы МАО и активность наших собственных гормонов, таких как тестостерон и эстрогены. А изменение активности этих гормонов несет за собой драматические изменения многих аспектов нашего развития, физиологии и структуры мозга. Итак, на протяжении сотен миллионов лет наши предки поедали секс-органы растений и находились в непосредственной симбиотической связи с растениями. Но когда тропический лес стал высыхать и исчезать, они спустились с деревьев вниз и стали выживать в совершенно иных условиях, чем миллионы лет до этого. И вот тут их симбиотическая связь обрывается, и механизм, который поддерживал систему сознания, становится их ахиллесовой пятой. И вот с тех пор мы поколение за поколением стали тупеть и деградировать. Наша фаза пребывания в детстве уменьшилась, мы пытались выжить, и наша диета потеряла свое разнообразие. Гормональный режим мозга больше не поддерживался джунглями, и тогда нейронная архитектура мозга стала разрушаться, нарушилась связь между полушариями, что нанесло удар по нашему восприятию и многим возможностям мозга. Эйнштейн сказал, что проблемы, которые существуют сегодня в мире, не могут быть разрешены с тем же уровнем мышления, которое их создало. Если уж искать доказательства распространения нейронной дегенерации, то где как ни в нашем коллективном помешательстве и неспособности жить в гармонии друг с другом и планетой. Существует и другая взрывающая мозг теория, из которой выходит, что на нашу эволюцию могли повлиять волшебные психоделические грибы. Эта теория известна как Stoned Ape Theory, теория опьяненной обезьяны. Она была предложена американским философом, этноботаником и психонавтом Теренсом Маккеной в своей книге «Пища богов». Теренс Маккеной был большим сторонником растительных психоделиков, он объяснял, что они могут значить для человечества, и был абсолютным гением в том, что он делал. Вкратце теория состоит в следующем. Около 100 тысяч лет назад, когда в конце последнего ледникового периода североафриканские джунгли стали высыхать, уступая место пастбищам, некоторые наши предки-приматы спустились с ветвей в траву и стали жить внизу, следуя за стадами парнокопытных и пробуя все на своем пути. Здесь наши общие предки, известные как Homo erectus, начали долгий процесс эволюции в человека, какого мы знаем сегодня – Homo sapiens. Среди новых элементов их рациона были и псилцибиновые грибы, растущие в навозе. То есть наши предки треповали и делали это довольно часто. Но почему это случилось? В новой среде для них было сложно найти пропитание, поэтому они обыскивали все вокруг, чтобы найти еду, и натыкались на эти странные маленькие грибы, которые росли в навозе парнокопытных. И вот наши предки пробовали эти грибы и испытывали новые необычные переживания, которые и повлияли на них так сильно. Согласно Маккене, в небольших дозах эти психологические грибы увеличивают остроту зрения, фокус и внимательность, что было преимуществом в поисках еды и охоте. В дозах побольше грибы пробуждают сексуальное желание и прибавляют энергии, что было еще большим эволюционным преимуществом, потому что способствовало увеличению потомства. В больших дозах грибы словно растворяют границы. Они способствовали более тесным связям между приматами и групповому сексу. Как следствие, гены смешивались и рождались дети, за которые отвечало все племя. И более того, в высоких дозах грибы вызывают видение. Они вызывают странные и мощные переживания, способствующие возникновению религиозного сознания. Маккена теоретизирует, что, например, синестезия, размывание границ между чувствами, вызванное принятием грибов, могла привести к развитию разговорного языка у ранних доминидов. И у наших предков таким образом было эволюционное преимущество над теми приматами, у которых этих грибов в рационе не было, что сделало волшебные грибы существенным фактором эволюционного процесса. И это все меняло. Постепенно, от вида, которому нужно было просто найти где-то укрытие, чтобы поспать, поесть и совокупиться, мы становились видом, впадающим в мистический транс. Современные исследования показывают, что псилцибин способствует росту новых клеток мозга, тем самым увеличивая там нейронные связи между отдельными регионами. И вот благодаря грибам речь приматов начинает эволюционировать, и у нас появляется более эффективный инструмент общения друг с другом. И в конце концов и происходит рождение нашего разговорного языка. Именно там, в нейронах, на поверхности мозга, среди сотни триллионов взаимосвязей, которых больше, чем звезд в нашей галактике, зарождается идея высшей силы, идея первых божеств. Мы создаем первые истории о возникновении мироздания и загробной жизни. Формируются ритуалы, музыка и песня. А археологи словно в подтверждение находят в разных местах света наскальные рисунки, изображающие грибы и грибных шаманов. В своей теории Макке написал, что псилцибиновые грибы были тем самым эволюционным катализатором, из-за которого возникли языки, воображение, искусство, религия, философия, наука и вся человеческая культура. У нас появилось воображение, с помощью которого мы создали всю культуру на планете в эпигенетическом процессе. Воображение перенесло нас из охотничьи собирательного общества к смартфонам и планетарному интернету. Конечно, эволюция происходила методом проб и ошибок на протяжении долгого времени, но эта теория – интересное объяснение того, как мы стали существами, способными на абстрактную живопись и запуск космических аппаратов на Марс, вместо того, чтобы так и остаться обезьянами. Так что это была теория опьяненной обезьяны, предложенная Терренсом Маккеной, философом, этноботаником и вообще очень интересной личностью. Я уверен, вы найдете его лекции в интернете. Друзья, если вам понравилось то, о чем я рассказываю, не стесняйтесь лайкнуть, подписывайтесь и скоро увидимся. Пока-пока. Подпишись Отправились в Мексику, где встретили Марию Сабину, шамана-курандера древней традиции мазонтеков.